Добрый вечер, отцы, братья, сестры, матушки и дети. Продолжаем. Восьмую степень лестницы. Пункт двадцатый. Если хочешь или думаешь, что хочешь вынуть сучец ближнего, то вместо врачебного орудия не употребляй бревна. Бревно – это жестокие слова и грубое обращение. Врачебное орудие есть кроткое вразумление и долготерпеливое обличение. Апостол говорит. Обличи, запрети, умоли, а не сказал и бей. А если потребуется бить, то как можно реже и не сам собою. То есть, не механически, не руками. Здесь имеется в виду, если наказывать, то даже, как советуют, стараться не лично наказывать даже, а через совет. В частности, если наказание требует священника, то через епархиальный совет. Вот, как видите, апостол говорит, обличить надо, запретить и умолить. То есть, упрашивать человека, если решать. И еще, конечно же, тут не сказано, но, разумеется, нужно и помолиться за этого человека. Когда кого-то надо исправить, надо за него помолиться, может быть, попаститься за него. Очень хорошо, как старец Паисий говорит, если кто-то против нас что-то делает, то желательно взять его нагрузку на себя и молиться за него. Это будет более действенная такая молитва. И потерпеть что-то от него. Потерпеть. И как бы его оправдывать надо пред Богом. Господи, прости его, он хороший. Вот, прости, что он сотворил так по отношению ко мне, чтобы Господь его аккуратно-аккуратно вразумил и исправил. Если присмотримся, то увидим, что многие из гневливых усердно упражняются в обдении, посте и безмолвии. А намерение у дьявола то, что под видом покаяния и плача подлагать им вещества, питающие их страстью. То есть, здесь говорится, что иногда таким гневливым людям дьявол даже помогает совершать такие внешние подвиги, чтобы они утверждались в гордыне, превозношении над людьми и как бы опирались на свой подвиг для того, чтобы позволить себе гневаться на других людей. И более того, когда человек разгневан, и вместо того, чтобы смириться, попросить прощения, примириться с другими, он усиливает свои подвиги. Но если опять вспомнить поучение старца Паисия, он говорит, есть греческая пословица, надо решать ту проблему, где течет. То есть, если в корабле, греки мореплаватели такие, если пробоина образовалась, не надо пытаться парусами управлять или кормилу, надо устранять пробоину. Течь устранить надо, иначе корабль потонет. И вот бывает так, один человек другого обидит, и вместо того, чтобы попросить прощения, примириться, он старается усилить подвиги, чтобы успокоить свою совесть. Это неправильно, нужно исправить там, где был грех. Если, как мы выше сказали, один волк, имея беса помощником, может возмутить все стадо, то и один премудрый брат, имея ангела помощником, может, как добрый мех, полный елея, укоротить волну и дать кораблю тихое плавание. «Столь тяжкого осуждения заслуживает первый, столь великую награду получит от Бога второй, соделавшись для всех полезным примиром». Тут говорится, скажем, если в монастыре, в братстве монашеском, один гневливый человек может расстроить все братство, а в то же время, если, при том, что братство не очень хорошо настроено, появится один человек, который кроткий, то он может исправить все братство. И действительно так, я видал таких людей, которые сами, будучи кроткими, являются даже своим примером, своим присутствием, неким обличением для других. Допустим, какое-то искушение, а он кротко переносит и дает пример, даже без особых поучений. Дает пример, и из этого он научает все братство и умеряет. И, конечно, он получит великую награду. То есть это те, о которых говорит Господь. Блаженны миротворцы, якоти, сыны Божьи нарекутся. Начало блаженного незлобия – сносить без чести, хотя бы и с огорчением, и болезнью души. А середина незлобия – это пребывать в оных беспечально, а конец же оного, если оно имеет конец, принимать поношение, как похвалы. Да радуется первый, да возмогает второй – блаженный Господь, и далекует третий. Вот, нам, конечно, надо, мы в начале только духовного пути, надо стараться сносить без чести. Хотя бывает и огорчение, и хочется что-то высказать, сказать, но надо бороться с помыслами с этими, бороться с тем, хотя бы, чтобы словами не сказать. Это начало пути к обретению кротости и незлобия. Вот, на середине мы будем, когда мы будем пребывать беспечально, когда бывает свой адрес, мы слышим разные досаждения, поношения, и нами не владевает печаль. А конец же оного – это вот святые уже люди, скажем, юродивые, блаженные, когда они принимают, как похвалы, и все эти оскорбления, нисколько не измущаются, но радуются, что ради Господа страдают. Жалкое зрелище видел я в людях гневливых, бывающие в них от тайного возношения, ибо, разгневавшись, они опять гневались за то, что побеждались гневом. И я удивлялся, видя в них, как падение следовало за падением, и не мог без сострадания видеть, как они сами себе за грех отомщали греком. И ужасаясь о коварстве бесов, я едва не отчаялся в своей жизни. То есть настолько он увидел коварство бесовское, что едва не отчаялся в своей жизни. То есть такая сила у бесов, как же нам тогда спасаться? Ну, наверное, встречались и у нас такие примеры. Ну, во-первых, напомню правила, когда мы читаем Евангелие, обличающие грешников, когда мы читаем святые книги о страстях, то, конечно, всегда, к сожалению, приходит на память случай с другими людьми, но желательно задумываться о себе, применять к себе. Только так духовные книги работают. Тем не менее, конечно, как сам Иоанн Лесичник говорит, что видел я людей гневливых, но не с осуждением, а так с жалостью о них говорит. И действительно, бывает так, человек разгневается, а потом уже гневается за то, что его кто-то разгневал. Говорит, вот, у меня был мир на душе, а ты так поступил, что я теперь разгневался. Вместо того, чтобы смириться, и опять обратить внимание на причину этого гнева, как здесь указано, тайное возношение. То есть от гордости был гнев. На это надо обратить внимание. И усилие свое, надо смириться. Тогда можно излечиться. А этот человек еще гневается на других, что его, видите ли, кто-то разгневал. И получается, еще хуже сам себе делает. Если кто замечает, что он легко побеждается возвращением и вспыльчивостью, лукавством и лицемерием, и захочет извлечь против них обоюдовольственный меч, кротости и незлоби, тот пусть вступает как бы в пратву спасения. Ну, это как стирка. Стирку спасения. То есть, чтобы помяли, постирали, потерзали так. В общежитии братьев, и при том самых суровых, если хочет совершенно избавиться от всех страстей, чтобы там подвергаемые досаждениям, уничижениям и потрясениям от братьев, и умственно, то есть от бесов, а иногда и чувственно ударяемый или угнетаемый, удручаемый и ногами попираемый, он мог очистить ризус души своей от ее скверны. А что поношение есть в самом деле омовение душевных страстей, в том, да уверит тебя обыкновенная в народе пословица. Известно, что некоторые люди в мире, осыпавшие кого-нибудь ругательными словами в лицо, говорят, я такого-то хорошо умыл. И это истина. Ну, есть такое, и в русском народе тоже есть такое. Ох, я и прочистил его. Вот пример следования этому правилу мы с вами проходили в начале самое, помните, наверное, о железном Исидоре, который вручил себя как железо-кузнецу. Он, зная, какой он сам гордый, какой он склонен к возношению, тщеславный. Он говорит о Боженном Исидоре. И этот пастырь, то есть игумен, увидел, что этот Исидор весьма коварен, суров, зол и горд, поскольку премудрящийся отец покушается человеческим вымыслом преодолеть бесовское товарство. И говорит, чтобы он обучался послушанию. Вот он вошел в братью Исидор и претерпевал всякие искушения от братьев. А потом мы знаем, что он был вратарем, поставлен на врата обители и стяжал великую святость. И знаете, иногда люди соблазняются в современных монастырях, к примеру, когда приходят в монастырь и видят там где-то есть болящие братья, где-то гневные братья есть, разные. И думают, вот плохой монастырь. На самом деле мы видим, вот самый рассвет монашества, 4-й, 5-й, 6-й века, тоже разные братья были. И женских монастырей разные сестры были. Господь терпит и таких, и братья должны терпеть и разных дневливых людей, потому что через них тоже обретают спасение, что-то от них терпим, и таким образом получаемся терпению, оскорблению. Мы очищаемся от своих страстей, особенно от гордыни, от тщеславия и приобретаем любовь. Как сказано, любить надо врагов своих. Вот у нас бесчесть, и того мы должны любить, все прощать. И еще там дальше прощем, что нужно за них еще молиться, исками, плакать о их согрешениях, как о своих собственных. Поэтому никогда не надо собозняться. Или вот говорят, вот в церкви там любви нету, разные искушения бывают. Конечно, то, что от нас зависит, сами мы должны, не должны себя оправдывать. Вот мы болящие, для того, чтобы другие спасались, ни в коем случае, это греховно. И если от нас что зависит, мы должны исправлять братьев, но если от нас особо не зависит, то терпеть нужно их и молиться за них. Вот известно, кстати, сказать, напомним, из жития Амфилохи Апочаевского, что у него среди духовных чад была одна колдунья. Она была у него поваром, готовила кушать и нередко его травила, то есть ядок подсыпало в еду. его духовные чады удивлялись, что иногда после трапезы батюшка просто падал и даже пена шла изо рта, очень тяжело ему было. Он все знал, что эта женщина этим занимается и выражит, колдует и отравляет его, но он терпел ее и молился искренне за нее Богу. А потом, когда он уже скончался, его похоронили и по его молитву на его могилочке, эта женщина стала вслух называть все свои грехи, принесла публично такое покаяние, из нее вышел бес и она стала уже очень тихой, скромной, смиренной и проводила жизнь свою уже в таких подвигах покаяния и спаслась. Видите, святые люди как терпят. Ну, я сам видел тоже, что при старцах тоже никто удивляется, приедут к известному старцу, а там такие келеницы очень жесткие, которые всех пробирают, но, оказывается, нужны такие, потому что сам старец очень кроткий человек, а люди бывают идут к нему еще не смиренные, с наглостью, и такие келеницы там прочищали всех, ставили всех на место, и потом человек бедный думает, ой, пройти бы эти мытарцы, хотя бы в старцу на прием попасть, терпит все от них и смиряется мысли, только тогда он сможет уже принять волю Божию, исполнить ее с правильным отношением к старцу уже, поэтому соблазняться не надо, из таких людей, мы видим, видимо, нужны и такие люди, чтобы очищать нас от возношения гордыни, тщеславия и прочего. Таких людей надо потерпеть, и дальше еще интересно будет, как еще за них надо молиться. Иное безгневие в новоначальных, происходящее от плач, а иное невозмутимость, бывающая в совершенных. В-первых, гнев связан слезами, как бы некоторую уздою, а в последних он умершлен без страсти, как зми мечом. То есть, говорится о том, что одно и то же состояние безгневия, вот внешне посмотреть, оно разное. У новоначальных оно держится с усилием большим и сплачивая о сменении своих грехов, а потом, господи, избавление от гнева, это уже совершенство. Человек получает без страсти. Я видел трех иноков, в одно время потерпевших бесчестие. Один из них оскорбился, но смолчал. Другой порадовался ради себя, но опечалился об укорившем его. Третий же, воображая вред ближнегам, пролил теплые слезы. Так можно было видеть здесь делателей страха, моздовоздаяния и любви. Опять мы с вами вспоминаем учение Святого Василия Великого, который уже приводился здесь, Иоанн Лесичнев приводит его, что по учению Василия Великого три рода спасающихся. Также и Авадорофия тоже приводит своим по учению раб, наемник и сын. И вот в первом случае, когда человек оскорбился, но смолчал, это как раб поступает, понимает, нельзя гневаться за гнев, наказание большое. А другой порадовался ради себя, что терпением бесчестия он освобождается от страсти и приобретает некую награду. Но уже начатки у него и любви имеются, он опечалился за этого брата оскорбившим. А третий, видите, как вот сын. Он не только любит Бога как сын, но и близких любит как самого себя или, можно сказать, как братьев. И он опечалился за того, кто его оскорбил. Вот дай Бог нам приобрести сначала хотя бы теоретически это правильное познание, правильное такое миросозерцание, мироощущение, что кто нас обидел, он больше пострадал. Вот еще раз повторюсь, я уже говорил, что значит, что человек с гневом на нас набросился. Значит, он принял сначала в мысли дьявольскую идею, то есть нанести нам бесчесть. Потом принял, сочетался с этим злом, очернился, душа его стала похожа даже на бесовскую морду. Человек так как душа искажается даже от принятия одного плохого помыста. И он еще высказал словами или даже побил нас, ударил. И тем самым он исполнил бесовскую волю. И душа его стала похожа на врага рода человеческого. Но ведь создана она по образу и подобию Божьему. Ведь создана она для того, чтобы быть подобным Богу. И создана для рая, не для ад. из-за нее Христос проявил кровь свою. Поэтому мы должны пожалеть этого человека и искренне за него помолиться. Не обращать внимания на те бесчесть, которые нам достались от него, но выше. это называется, как старец Абросий Оптинский говорит, смотреть на ситуацию с точки зрения вечности. Как скажется это вечности? Для нас это польза, что нас оскорбили, нам уменьшится страсть, но за этого человека надо действительно плакать, действительно вымаливать для него у Бога прощение, защитить этого человека. Как мы в 20-м бунте говорили, что нельзя его опять оскорблять, этого оскорбившего у нас человека, пытаться исправить его грубостью, бревном, пытаться извлечь сучок из ока нашего ближнего, а напротив как пишется облечи, запрети, умоли. То есть надо и к нему по-доброму отнестись, и за него походатайся пред Богом, как сам Господь делал на кресте молился за распинателя, как и святой апостол, первомученик архиакон Стефан и многие-многие мученики, они молились искренне, очень искренне молились за своих мучителей, чтобы Господь их тоже спас, ведь они созданы по образу и подобию Бога, они искуплены кровью Христа. Как горячка в теле, будучи сама по себе одна, имеет не одно многие причины своего воспаления, так и возгорание и движение гнева и прочих страстей наших происходит от весьма многих причин и различных, поэтому нельзя назначить против них одно врачество, но сначала нужно выяснить причину, по которой в нас гнев, и потом определиться средствами, как его урочевать. И вот в 29-м пункте, конечно, несколько образно, что Иоанн Лесничник как бы спрашивает эту страсть гнева. Объяви нам, скажи нам безумная постынная страсть, название отца твоего, именование сынов и черри, объяви нам при том, кто суть радующий против тебя и убивающий тебя. В ответ на это гнев говорит нам, матерей у меня много и отец не один. То есть от чего зарождается гнев? От тщеславия, сребролюбия, объедения, иногда и от блудной страсти. А отец мой называется надмением. То есть причиной гнева видите сколько от тщеславия, сребролюбия, объедения, иногда блудная страсть и надмением. Это причина гнева. То есть можно сказать так, что когда у человека его другие страсти не получают удовлетворение, он гневается, приходит в гнев. А самое главное, это не может человек разгневаться на другого, если прежде не превознесется над ним. То есть он сначала себя оправдывает, но я могу вот этому высказать. Другого может не могу, начальнику там боюсь его, вот, а этому да, я могу высказать все. А дещери мои, то есть что рождается от гнева? Памят и злобия, ненависть, вражда и самооправдание. К сожалению, человек еще не получает врачества, что он сам всегда оправдывает. Сопротивляющиеся же им враги мои, которые держат меня в узах, это безгневие и кротость. То есть то, о чем мы вот это все поучение говорили, восьмое. Наветник мой называется смиренно мудрием. От кого он рождается, спросите у него самого свое время. Вот, видимо, будет еще тут рассказано о смиренно мудрии в лестнице. Таким образом, братья и сестры, мы с вами закончили восьмую степень. Ну, сейчас подытожим. Ну, я в прошлый раз говорил, еще раз хочу повторить, что на гнев и вспыльчивость, раздражительность мы с вами, к сожалению, мало обращаем внимание, считаем это за особенность нашего характера. Некоторые даже оправдывают себя, говорят, я хоть вспыльчивый, но отходчивый. Ну, по сути, когда человек исполнил свою страсть, она удовлетворена, бесы радуются, тогда человек вроде отходит, на время это страсть успокаивается, чтобы потом вернуться с новой силой. И не считая себя больными, конечно, мы не ищем, собственно, средств против этой болезни и считаем, что это все так сойдет. На самом деле, Господь нам сказал, научитесь от меня, я как роток есть, и смирен сердцем, и обряжьте покой душам вашим. То есть, Господь говорит, что не будет вам покоя, ни в этой жизни, ни в будущем, если вы не избавитесь от гордости и гнева, и не приобретете противоположные им добродетели, смирения и кротость. Вот на это надо все-таки обратить внимание нам и замечать себе эту страсть и, как пишут, сначала хотя бы при раздражении сердца хотя бы не высказывать это в словах, тем более не рукоприкластвовать, не делать какие-то гневные поступки. Вот, а затем надо забыться вообще о умершлении, уничтожении этой страсти. вот здесь мы проходили, каким образом, ну, там говорится о монарствующих, что надо поступить в братство такое жесткое, чтобы там нас посмиряли, но, конечно, большая часть из вас в миру живете, проживаете, тогда надо просто терпеть находящие скорби. Скорби могут быть от разных людей. Вот, допустим, ваш ребенок ходит в школу и вдруг на него там разнилась учительница или соученики, а бывает даже еще и такое, что родители других детей могут ваших детей обидеть даже. Вот, что в этом случае делать? Конечно, первая мысль приходит, надо идти разобраться, надо всех поставить на место, но это не совсем правильно. Нужно вместе с ребенком подумать, помолиться, подумать по какой причине, объяснить ребенку, что для нас это полезно, быть может и мы чем-то кого-то когда-то обидели, и в этом можно сейчас покаяться, Господь напоминает об этом грехе. Нужно объяснить, что и большая польза от этого искушения для нас, наши страсти побеждаются, и еще нужно вместе с ребенком помолиться за тех, кто нас обижает. Вот, сказать, ну вот, тебя там Ванька обидел, давай за него будем молиться, вот давай в Евангелии читаем, что Господь сказал, молитесь о ваших врагах, и сам Господь молился, то есть вот отсюда поучение рождается уже для вашего чада, это очень-очень хороший момент, а его Господь устроил, не может такое случиться, что кто-то нас обидел без Божьего попущения, не может такого быть, что Господь чем-то другим был занят и не заметил, что кто-то на нас напал, нет, на каждом действии, которое к нам пришло, есть две резолюции, или благословляется от Бога, либо попускается, попускается, если нам это нужно вскоре претерпеть, поэтому если мы так научимся, то все случаи, которые с нами случаются, мы будем воспринимать как действие Божеской любви, которые Бог старается за вот эту нашу жизнь, сколько нам отведено, нас исправить, чтобы нам даровать вечный покой, чтобы царствовать в наших сердцах и нам дать Царство Небесное, поэтому Господь как бы желает и попускает вот эти страдания, чтобы мы перенесли, чтобы уберегли себя от главных страданий, связанных с страстным неправильным состоянием и потом с невозможностью войти в Царство Небесное, поэтому старайтесь так, конечно, если грубая сила идет, ну вот вы открыли дверь, калитку, кто-то начал нападать на вашу семью, обязан защитить, конечно, но только стараться не ударять, если человек неадекватный, то так вот лучше борцовскими приемами где-то успокоить человека, если необходимо, только адекватная ситуация, конечно, ну а если претерпимые такие оскорбления, то надо претерпеть, от нас не убудет, но найти в этом Божий промысел и привезти от этого и своей супруге, и своим детишкам большую при большую пользу, и самая большая радость духовная бывает от претерпевания напрасленной, вот если мы претерпим это оскорбление, еще помолимся за них, это от этого большое утешение, Господь так вот побеждает наши страсти, тогда такая свобода, такая любовь ко всем появляется, вот это мы должны с вами, конечно, на практике тоже стараться исполнять, потом мы проповеди говорим, конечно, читаем Евангелие, но не всегда в жизни получается это исполнять, так что братья и сестры, давайте будем стараться, приложим все усилия для искорнения гнева, разжительности, испыльчивости, не будем оправдывать, найдем причину, чего это у нас случается, и против них будем объявить им войну, будем воевать, ну и прошу ваших молитв, чтобы мне тоже исправляться, спасибо, Господи, за внимание. справляю. Спасибо.